в этом видео познакомимся с такой структурой данных как хэшмэп давайте создадим новый класс так и назовем его hash map example так сделаем точку входа public static void main и значит давайте сначала напишем что такое хэшмэп значит как он пишется map например map 1 равно new хэшмэп тут я думаю вам все понятно значит что такое вот эти вот хэшмэп они очень похожи на рее рейлисты и так далее в общем в листах и в массивах мы всегда обращались к элементам по их индексу то есть у нас массивы содержали допустим цифры или там текст какой-то и мы пришли да там надо элемент который находится по индексу 2 там по индексу 3 вот то есть мы обращались по номеру в хэшмэпах такого нет там мы обращаемся к элементу по ключу то есть чтобы добавить какой-нибудь элемент в мэп надо было написать вот так вот мы по 1 как мы писали метод в списках до от и потому же добавляли до либо в массив мы там указывали индекс элемента то нулевой вот в мэпах для этого существует метод put то есть мы хотим положить сюда какое-то значение и смотрите как я сказал по ключу то есть ключ нам надо ключ по которым мы будем обращаться и потом уже какое значение мы будем в этом хранить допустим ключ у нас будет 1 2 3 а значение это первая строка так я не переключил на русский язык вот так напишем первая строка и давайте выведем это на экран system out println давайте выведем все что хранится у нас в мэп 1 и давайте запустим видим да как она обозначается вот в таких вот фигурных скобочках дальше то значение которое является ключом она пишется слева от знака равно а то что является значением пишется справа от знака равно давайте добавим еще один элемент например по ключу 4 5 6 и будет это у нас вторая строка давайте запустим посмотрим как все это выглядит видим да первое что обратили внимание если у нас мы добавляли в массивы какие-то значения они шли по порядку то есть нулевой индекс второй третий в мэпе такого нет тут они могут быть выведены абсолютно в любом порядке тут порядка скажем так никакого не соблюдается главное что соблюдается это вот у ключа 456 значение 2 строка у ключа 123 значение первая строка еще так как тут всегда хранится ключ и значение тут также используется дженерики то есть как мы их объявляем то есть вот ключ нас тут в данном случае интеджер значение типа стринг поэтому желательно писать вот всегда вот таким образом ну либо если у нас да там ключ может быть он не только интеджером то есть это не только числовое значение это может быть тоже стринг и например у нас может быть строка там один давайте по-английски one ту и выведем это на экран то есть когда у нас значение хранятся какими-то парами это очень удобно использовать опять же видим да теперь уже у нас это вывелось сначала а потом это смотрите что еще надо запомнить давайте вот это скопируем английский срика вот так пишется не это три это дерево так посмотрите значение у нас могут повторяться то есть у нас вот ключ 2 ключ 3 а значение одинаковые если мы вот так вот запустим все у нас выведется отлично one two three но если же мы сделаем вот так вот тут напишем третья строка то что произойдет как вы думаете нет просто вот у этой пары у которой ключ ту значение просто перри запишется то есть она не продублируется а вот это вот запись пропадет и вместо ней на это место запишется вот это вот значение опять же что еще надо помнить значение может быть на у да мы определили тип уже стринг ну ладно с этим с налами это отдельный разговор будет с ними мы еще позже поработаем а сейчас вам просто надо запомнить что map это такая структура данных в которой данные хранятся по ключу и по значению вот и что значение могут быть одинаковые а ключи если они одинаковые то значение не добавится а просто перри запишется это был первый ознакомительный урок по моим с ними мы дальше будем еще работать на этом все ставьте лайки подписывайтесь всем пока